Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. И сегодня у нас в гостях представитель туристического агентства «Время путешествовать» Елена Зуева. Здравствуйте! Здравствуйте! Лена, вот скажите, пожалуйста, куда лучше отправляться путешествовать с детьми? В какие страны? Потому что куда отправиться в улюбленный пар или с компанией веселых друзей – это уже этап пройденный. Вот именно с детьми. Во-первых, мы рекомендуем выбирать европейские страны для отдыха. Во-первых, это не длительный перелет, не будет тяжело ни родителям, ни детям. Во-вторых, это всегда квалифицированная медицинская помощь при необходимости. Мы не рекомендуем выбирать экзотические страны, страны с длительным перелетом, если ребенок еще небольшой. Это определенные сложности всегда и в дороге. Поэтому, конечно, лучше путешествовать в Грецию, Италию, Испанию, Турцию. Там есть все для детского отдыха. И рекомендуем Черногорию. Это прекрасный мягкий климат, все условия для детского отдыха. И по нашим наблюдениям, по отзывам наших туристов, дети, которые отдыхают в Черногории летом, они реже болеют зимой. А с чем это может быть связано? С хорошей экологией. И климатом, наверняка. И климатом, да. Там сосны, которые благотворно влияют на общее состояние. Поэтому лучше, конечно, путешествовать там. И для своих клиентов мы дарим приятный бонус. Это семейная фотосъемка в подарок. И по окончанию отпуска будут фотографии от профессионального фотографа. Вот вы уже озвучили, что в странах Европы детям легко найти занятие для себя. Какие развлечения предоставляют отели? Ну, в отелях есть детские клубы, которые работают от самих отелей. Но нашими партнерами-туроператорами предоставляются отдельные услуги. Это детские клубы, в которых работает квалифицированный персонал. Туда можно оставить ребенка от 4 до 12 лет. Он заведет там себе новых друзей. Это познавательные экскурсии, мероприятия. Это детский стол. То есть всегда детям там интересно. Родители отдыхают, загорают. Дети заряжаются позитивом и при этом узнают очень много нового. Работает ли ваше туристическое агентство с какими-нибудь заграничными лагерями? Да, конечно, мы работаем. У нас есть большой выбор лагерей, в которые мы отправляем детей. Прежде всего мы обращаем внимание на безопасность. То есть мы работаем уже с проверенными операторами, которые не один год уже работают с детским отдыхом. И поэтому мы смело отправляем детей. И мы всегда знаем, что они вернутся довольные, загорелые и поедут на следующий год снова. Вот расскажите немножко поподробнее все-таки о данном видеоотдыхе. Чем там дети занимаются? Сколько длится период смены в лагере, скажем так? Ну это всегда по-разному. Но в основном самое популярное – это 21 день. За это время, опять же, он там узнает много нового. Это познавательные мероприятия, это различные занятия с детьми, это плавание обязательно, потому что ребенок отдыхает на море. Ну различные очень мероприятия, экскурсии, путешествия. Дети там одеваются в пиратов, там красивые фотографии привозят. Вот. Это всегда сбалансированное питание для ребенка. Ну то есть все, что нужно для хорошего отдыха. Наверняка походы – это все-таки самая интересная, мне кажется, часть. Да, конечно. Ну это в такой экскурсионной форме. То есть ребенок же приезжает в новую страну, поэтому, конечно, это ознакомление с какими-то достопримечательностями в данной стране. Вот все-таки пока доберешься до аэропорта, мне кажется, столько проблем переживешь, столько бумажной волокиты. С чем вот особенно часто сталкиваются семьи при организации досуга для своих детей? Ну, во-первых, мы стараемся всячески помогать родителям, облегчить их, так сказать, проблемы, связанные с отдыхом. Мы компенсируем часть затрат на дорогу в аэропорт, если это путешественники с детьми. Мы можем заказать индивидуальный трансфер, чтобы не пользоваться общим автобусом, так как он заезжает в несколько отелей. Также для детей, у которых есть показания для отдыха на море, мы делаем максимальные скидки. То есть для нас ребенок – это главный турист. Главное, чтобы он хорошо отдохнул. Также мы всегда предоставляем все страховки. Если туроператор предоставляет неполную страховку, мы обязательно об этом говорим и предлагаем дополнительное страхование, чтобы не возникло в отпуске никаких проблем. Лена, все-таки последний вопрос я вам задам, наверное. С какого возраста проще брать ребенка с собой уже? Посоветуйте родителям. Наверняка же многие из них просто понятия не имеют. Ну, во-первых, мы всегда рекомендуем проконсультироваться с педиатром. Если у ребенка нет никаких противопоказаний, чтобы лететь на отдых, и мамочка уверена, что ей будет в отпуске и с ним хорошо, то, в принципе, ездит с любого возраста. До двух лет родители любят путешествовать, так как перелет и отдых ребенку совершенно бесплатно. С двух до шести лет – это скидка побольше. Но с шести до двенадцати лет тоже существуют скидки на отдых. Вот. Главное – правильно подготовиться. Мы стараемся давать список рекомендуемых вещей, которые можно взять с ребенком. В некоторых странах, например, в той же Черногории, у нас есть дополнительные услуги. Можно заказать детские товары с доставкой. Приедет наш представитель именно от нашего турагентства. И помимо того, что он доставит в отель необходимые детские вещи, он проконсультирует в стране, куда сходить, где поесть, куда съездить и прочие услуги. Также мы можем заказать детское питание в одном из ресторанов, около виллы или около отеля, куда можно будет ходить и кушать с малышом. То есть там будет без соли, без специй, по желанию родителей. Лена, ну и напоследок, пожелайте, пожалуйста, рязанцам, вашим, между прочим, потенциальным клиентам, хорошего отдыха. Мы желаем всем хорошего летнего отдыха, чтобы все путешествовали и приезжали с массой впечатлений и довольны. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо и вам большое, Елена. Сегодня у нас... Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях была Елена Зуева, представитель туристического агентства «Время путешествовать». Мы желаем вам приятного отпуска, приятного отдыха и надежного туристического агента. Всего вам хорошего. До свидания. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»